28 февраля на московском ипподроме разыграли зимние призы для кобыл. Запись была бесплатная, что заметно увеличило число участников этих соревнований. Кроме того, наездники-любители определили своего зимнего чемпиона. В первом заезде бежали орловцы трех лет. В отсутствие дисквалифицированного за творческое принятие старта Александра Гавриловича Несяева на его лошади Каракуме выступал любимец беговой публики Валентин Юшин. Проехал он успешно. Каракум сбросил пару секунд и занял второе место, а победил Монгол под управлением Алексея Гришина. Во втором заезде свою первую победу одержал Пафос под управлением Руслана Шепелева. Далее состоялся первый гид чемпионата наездников-любителей. Среди восьми записанных лошадей заметно выделялся участник прошлогоднего дерби Риф. Было понятно, что счастливчик, которому выпадет проехать на Рифе в первом гиде, станет главным претендентом на победу в чемпионате. Удача улыбнулась Игорю Бондаренко, заменившего в последний момент в списке участников Маститова-Варыгина. Риф не подвел и первый гид выиграл. Далее трехлетние орловские кобылы разыграли приз имени Новотомниковского конного завода. Лучшая кобыла ставки по итогам прошлого года «Отличница» среди участников приза отсутствовала. По дистанции за победу боролись кавалерка Виктор Бурулев и белобровка Сергей Матвеев. В начале финишной прямой кавалерка сбилась, а белобровка, как с ней это уже не раз случалось, стала приставать. В этой ситуации впереди оказалась соконюшница белобровки Парча, которую грамотно провел по дистанции молодой наездник Денис Осипов. В итоге Парча победила, белобровка вторая. Третье место участменской полоски. Такого расклада никто предположить не смог. В итоге в тройном экспрессе образовался котел. В пятом заезде на старт вышел победитель зимнего трехлетнего приза полководец, на котором ехал Георгий Макаревич. Его основным соперником был третий призер того же приза Висбург-Волк под управлением Руслана Киселева. На этот раз лохацкая лошадь оказалась сильнее уроженца Оренбургского ипподрома. Третьей осталась героически водившая три четверти Чинара Елена Сабитова. В призе Мазурки были записаны восемь четырехлетних кобыл. Со старта за лидерство боролись Денис Николин на фаворитке Беспечной и Ольга Исаева на орбите. После очень резвой первой четверти Беспечная сделала проскачку и Ольга Исаева оказалась в привычной для себя роли лидера. Но на всю дистанцию силу орбиты не хватило. На финише, правда не без труда, на первое место вышла Лисма Лок под управлением Виктора Бурулева. Орбита вторая. Третье место у Аризоны. Дерби с прошлого года Циклон Лок наконец-то после длительного перерыва победил. Алексей Гаськов грамотно провел жеребца по дистанции, позволив Циклону продемонстрировать свой фирменный финиш. Зимний любительский чемпион определялся в восьмом заезде. На этот раз фаворит Риф достался раменскому наезднику Серику. Иван Витальевич сделал, казалось бы, невозможное. Финишировал на Рифе последним, а победил Георгий Макаревич на Алмазном. Это позволило ему стать чемпионом. Игорь Бондаренко занял в чемпионате второе место. В призе Гондолы, как и в призе Мазурки, за победу до последних метров боролись Ольга Исаева и Виктор Бурулев. На этот раз победила Ольга Исаева. Ее кавычка в очередной раз финишировала первой. Моя память, на которой ехал Виктор Бурулев, сбилась незадолго до финиша и была дисквалифицирована. Второй приз достался Алексею Гришину на кокотке. В десятом заезде с места до места победил Гламур под управлением Еленой Чифрановой. В последнем заезде фаворитом считалась Лариса Танишина на лирике. По дистанции с ней боролись Шаховцовые, которые решили поменяться лошадьми. На трюфеле ехал Вадим, а на латыше Ольга. Замена оказалась удачной. Победитель определился только после детального просмотра фотофиниша. Лирик все же занял первое место. Латыш второй, трюфель третий.